Тромб может оторваться и улететь в легкие сердца, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть варикоз — это не чисто не красота, это реально болезнь, которая может угрожать здоровью и жизни человека. Человек встает с операционного стола и своими ножками идет домой, нигде в больнице лежать не надо. То есть это операция обеденного перерыва, как ее называют. Хлеболог все время говорит, идите в бассейн, займите свои ноги полезной нагрузкой. И давление воды на мышцы помогает правильно качать веном кровь. Приходят пациенты, я смотрю на ножку и сразу понимаю, ну, то есть пиявками уже лечились. То есть вот эти вот такие кругляши зубов вместо одного маленького прокольчика, который мышц, а там же вена на месте, она никуда не ушла, никто никого не вылечил этими пиявками. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что происходит с венами при варикозном расширении? Ну, как бы это просто ни звучало, они расширяются. То есть в норме система работает следующим образом. Есть артерии, которые несут кровь к ногам, есть вены, которые возвращают их обратно. Это происходит против сил всемирного тяготения, поэтому в венах есть клапаны, которые пускают кровь течь только наверх и не пускают, когда она хочет вниз, он перекрывается и не пускает. При варикозном расширении вен, в силу слабости венозной стенки, эта вена, она расширяется, да, и, соответственно, клапаны, которые в вене находятся, они отходят, да, и получается такой зазор, через который кровь сваливается вниз. То есть не идет наверх, как должна идти, а сваливается вниз. Вот, в принципе, это и есть как бы система, которая описывает варикозную болезнь. Какие причины у этого заболевания? Основная причина – это наследственность. То есть это наследственность, врожденная слабость венозной стенки. Конечно, есть дополнительные причины и триггеры, которые ускоряют этот процесс, но все-таки это наследуемое заболевание. То есть если у ваших родителей или у бабушки с дедушкой варикоз есть, то очень высокая вероятность, что он будет и у вас. В какой степени и мере он проявится, зависит от многих факторов, но он есть. По статистике варикоз отмечается у 30-40% женщин и у 10-20% мужчин. А откуда такая гендерная разница? Да, нам не повезло, что надо сказать. Действительно, это факт, что варикоз у женщин мы наблюдаем намного чаще, чем варикоз у мужчин. И в первую очередь это связано с нашим гормональным фоном, с изменением наших гормонов в процессе взросления сразу пубертатного периода. Потом беременность роды, когда наш гормональный фон полностью меняется, и эти гормоны действуют на венозную стенку. Ну и потом в климактерическом периоде. Кроме того, женщины очень любят каблуки, как мы все знаем, что является еще одним фактором развития варикоза. Поэтому, к сожалению, да, нам так не повезло. А какая высота каблука безопасна, а какая уже может вызвать проблемы с венами? Когда мне этот вопрос задают мои пациентки, я говорю, что я не могу запретить девушке носить каблуки. И каблук от 2 до 4 сантиметров на самом деле даже полезен при варикозе. То есть он делает правильную постановку стопы для того, чтобы лучше работали мышцы голени. Но плоский ход, то бишь платформа, да, либо очень высокий каблук, он меняет анатомию ноги, да, меняет физиологию работы мышц. И, да, он приводит к тому, что варикоз развивается быстрее. А кто в группе риска? В нашем современном мире проще ответить на вопрос, кто не в группе риска. Потому что сейчас все идет к тому, что мир стал гиподинамичным. Мы больше сидим, мы меньше двигаемся. Нам не надо уже бегать, охотить зверей для того, чтобы получить их на стол. Надо отстоять очередь в магазине, например. То есть на самом деле группа риска – это профессии, вот если мы берем уже профессии, связанные с долгим, либо статичным положением. Когда человек либо долго сидит, либо долго стоит. То есть это и те же, как всегда у нас, учителя, те же хирурги, например. Для мужчин это водители-дальнобойщики, которые очень долго проводят сидя. IT-специалисты, которые сидят за компьютером постоянно. Конечно, сейчас они немножко снижают свой риск тем, что они работают полулежа практически. Но все равно факт остается фактом. Бухгалтера, то есть профессии, которые связаны с длительным нахождением в одной позе, статичной. Когда мы долго сидим или стоим. А у детей может быть варикоз? Безусловно, может быть. Я вам скажу, например, что пациенты оперируются и до 18 лет. То есть есть случаи, когда и в 12, и в 13 лет дети, да, необходимо было и хирургическое вмешательство. И для этого есть даже специальный доктор, который детский сосудистый хирург, который занимается этим проблемой. В нашей стране они тоже есть. Какие первые признаки у заболевания? Они могут быть абсолютно разные. Обычно, вот если вы начинаете чувствовать тяжесть в ногах, усталость к концу вечера, ну, вечером после работы, когда приходите домой, ножки отекают. Например, остается резинка от носков, когда дома вечером раздеваетесь. Ну и внешне, конечно, сосудистые звездочки те же. Ну или начинают уже появляться и сами варикозные вены из витейеда. То есть все это заставляет нас задуматься о том, что нужно обратиться к доктору, к флебологу, посмотреть свои ножки, проверить, сделать УЗИ и решить либо профилактировать, либо уже необходимо какое-то лечение. Ну вот не все люди любят ходить к врачу. Если вовремя не обратиться, какими могут быть осложнения? Осложнения варикозной болезни, ну, кроме того, что вы испытываете дискомфорт, то есть вот эти все тяжести, усталости, отеки, это уже тоже как осложнение. Но есть три главных основных осложнения варикозной болезни. Это тромбозы, то, чего мы при варикозе боимся больше всего. Потому как я уже рассказывала, кровь начинает двигаться не в том направлении в венах, сталкивается с той порцией, которая хочет все-таки в том направлении продвинуться. Из-за этого кровь в венах не идет строго вниз или вверх при варикозной болезни. Она там перемешивается. И из-за этого получается высокий риск образования в этих венах тромбов. А поскольку они не работают, эти тромбы могут образовываться. Это проявляется воспалительным таким эффектом. То есть вы реально чувствуете, что эта вена стала плотная, болезненная, и покраснела кожа вокруг этой вены. Но эти тромбы могут расти, расти по венозному руслу и попадать в глубокую систему. Тогда это уже тромбоз глубоких вен, который может осложняться тем, что этот тромб может оторваться и улететь в легкие сердца со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть варикоз – это не чисто не красота. Это реально болезнь, которая может угрожать здоровью и жизни человека. Кроме этого, конечно, из-за того, что нарушается трофика, нарушается питание тканей, у нас возникает наше второе осложнение. То есть это образование трофических язв. Когда кожа становится измененной, возможно, когда-либо видели что-то, как коричневые голени, плотные у людей. И ранение такого места, то есть даже вот собирая грибы в лесу, веточкой какой-нибудь поранится, может приводить к тому, что эти раны очень долго не заживают, и тогда мы называем их трофическими язвами. Туда же может присоединяться инфекция в эту рану, ну и приводить даже к таким тяжелым последствиям, как сепсис. И третье основное осложнение варикозной болезни – это кровотечение из этих вен. Вена расширяется, стенка ее истончается. Опять же, любая травматизация может привести к тому, что возникает травма этой вены, то есть ее разрыв, соответственно, который приводит к кровотечению, иногда которое нужно останавливать в условиях больницы, потому что эти вены расширенные, они теряют свой тургор, теряют свою возможность спастся, спазмироваться, и тогда получается, что они не могут само это кровотечение остановить, иногда его приходится останавливать в условиях больницы. Какие сегодня существуют методы лечения? Методы лечения существуют абсолютно различные. Очень много подходов к лечению варикозного заболевания, и, конечно же, оно зависит от стадии. Когда это проявляется в виде мелкой сеточки, сосудистых звездочек, то есть больше косметическое проявление, чем нежели сама болезнь, то мы прибегаем к методу лечения, который называется склеротерапия, или сейчас модный метод, который называется КЛАКС. В чем различие? Склеротерапия – это когда мы в эти вены вводим специальное лекарство, которое их изнутри склеивает. Это, конечно, не суперклей, поэтому не надо ждать, что мы сделаем процедуру, и на следующий день вы просыпаетесь, все, ножка чистенькая, венок нет, все ушло, все красивенько, первое время это будет даже более страшно выглядеть. Будут обязательно синяки, эти венки могут стать на какое-то время более плотные, но потом кровь из заклеенной вены рассасывается, венка склеивается, она сама прозрачная, не выступает, не видна и рассасывается. Это вот первый метод такой борьбы, и сюда же мы отнесем техники, которые вот КЛАКС-метод, да, то есть когда мы добавляем еще обработку этих вен лазером. Кроме того, что вводим препарат, мы еще снаружи специальным пистолетом эти вены как бы отстреливаем, то есть не во все венки я попаду вот так вот иголочкой, чтобы их убрать, а вот лазером сверху я действительно все их уже окончательно устраню. И именно эта процедура используется в эстетической флебологии, когда у нас есть много-много-много рассыпных таких некрасивых венок, которые нам надо устранить. Ну и, конечно, если это уже варикозная болезнь, тут уже мы используем хирургические методы лечения. На данный момент мы практически абсолютно отошли от операции, которую мы называем дедовский способ, да, открытые, как пациенты говорят, полостные операции, когда делался разрез в паху под коленом, в эти вены вставлялся такой железный штырь, она из ноги выдиралась, да. Это очень страшно, я даже пациентам сейчас даже не рассказываю в большинстве случаев о том, как мы это делали раньше. Сейчас все операции проводятся по принципу short-save-simple, да, то есть коротко, безопасно и просто. Операции проводятся с помощью лазерных технологий, то есть основные вены устраняются при помощи специального лазерного провода, который через малюбасенький прокол, такой миллиметра два, вводится лазерный провод в основную венку, и эта вена изнутри запаивается. А те вены, которые у нас торчат снаружи, мы тоже удаляем через маленькие проколы специальным крючком, называется крючок в радио, то есть мы их просто устраняем. После операции нет ни швов, ни разрезов, все эти прокольчики заклеиваются на недельку пластыречками специальными, одевается компрессионный трикотаж, человек встает с операционного стола и своими ножками идет домой, нигде в больнице лежать не надо. То есть это операция обеденного перерыва, как ее называют. Это подместная анестезия. Подместная анестезия. Хоть что-то остается, какие-то мелкие шрамы, рубцы? Ну, прокольчики, которые два миллиметра, они потом заживают, ну, видны, возможно, как родинка на ноге, но такого, чтобы, как раньше были такие шрамы, такого, конечно же, нет. То есть это реально операция без шрамов. Сколько длится период реабилитации? Период реабилитации, как я уже говорила, встал и пошел. То есть с операционного стола пациент встает своими ножками, я даже говорю, что еще полчаса, минут 40 именно нужно походить, и после этого он спокойненько идет домой. Конечно, физическая активность, будь то спортзал, или работа, связанная с поднятием тяжести, например, даже девушкам, у которых маленькие детки, обычно, что у нас после беременности варикоз очень часто, да, я говорю, что, ну, первую неделю пускай муж ребенка на руках поносит, а вы уже немножко отстранитесь. Ну, то есть вы ведете свой обычный образ жизни без лишних физических нагрузок в течение месяца, и дальше возвращаетесь вообще к своему обычному образу в жизни, даже разрешаем мы вернуться в спортзал, да, только, ну, как бы немножко с уточнением каких-то упражнений, которые вам можно выполнять, которые нельзя выполнять, да, то есть по большому счету ничего после операции в жизни не меняется, вы ведете свой обычный образ жизни. А до операции спортом можно заниматься? Разный подход. Опять же, если мы возвращаемся к эстетическим проявлениям, да, то есть вот сосудистые сетки, звезды, в принципе, ничего такого противопоказания нет. Но если реальная варикозная болезнь, вы ходите в спортзал, да, то на данный момент у нас даже, ну, тренера, с которыми занимаются, да, обычно не сам приходишь в зал, начиная, сейчас же все любят заниматься с тренером, они, в принципе, знают эту проблему, да, мы про и проводим с ними разъяснительные беседы, скажем так, то есть они знают, какие упражнения можно делать, какие упражнения не взять, то есть все упражнения, которые связаны с резкими скачками, рывками, с поднятиями очень больших тяжестей, конечно, при варикозе противопоказаны. Ну и плюс к этому нам помогает компрессионный трикотаж, мы всегда можем заниматься в компрессе, в компрессионных чулках или гольфах, да, то есть это нам не только позволяет какие-то вернуть упражнения в свое обычное занятие, но и даже этот чулок, он моделирует ногу, помогает правильно перераспределяться жидкости, и даже вы будете получать больший эффект от тех упражнений, которые будете. Ну и, например, спорт, коим является плавание, да, то есть занятие в бассейне, акваэробика или велосипед, мы приветствуем абсолютно, то есть мы даже за, то есть флеболог все время говорит, идите в бассейн, займите свои ноги полезной нагрузкой, давление воды на мышцы помогает правильно качать веном кровь, то есть занятие в бассейне, езда на велосипеде, длительные пешие прогулки, это те виды спорта, за которые мы голосуем, которые мы говорим пациенту, занимайтесь. Нередко можно увидеть такие советы по лечению варикоза, как применение пиявок, пчел и так далее, грязевые ванны те же, это работает? Нет. Варикоз, когда он уже проявился, мы можем вылечить каким-либо из вот вышеперечисленных способов. Народные методы, это, конечно, прекрасно, но поверьте мне, от пиявок, несмотря на то, что это абсолютно бесполезно при варикозе, следы остаются больше, чем от операции. То есть вот эти вот, как приходят пациенты, я смотрю на ножку и сразу понимаю, ну, то есть пиявками уже лечились, да, то есть вот эти вот такие кругляши зубов, да, вместо одного маленького прокольчика, который муж, а там же вены на месте, она никуда не ушла, никто никого не вылечил, да, этими пиявками. То есть, ну, это скорее вы будете наносить себе вред. Проще прийти, получить правильное лечение и, грубо говоря, успокоиться в плане того, что мы сделали все для того, чтобы избежать осложнений варикоза и все для того, чтобы его вылечить. Еще есть такие советы на просторах интернета, как укрепить сосуды. Например, есть больше морепродуктов, лука, пить витамин К. Вообще от питания зависит заболеваемость или нет? Безусловно, как диеты, ну, для хирурга диета это звучит так себе, да, то есть, как у нас терапевты определяли, кем ты будешь, когда мы учились в мединституте, да. Если ты пропускаешь пункт диета в лечении пациента, то ты будешь хирург. Но хочу отметить, что действительно есть продукты, которые нам помогают. То есть продукты это растительного происхождения, да, то есть те продукты, которые и укрепляют венозную стенку и помогают снизить внутрибрюшное давление. То есть устранить вот варианты задержки продуктов в организме, то есть те же запоры, например, да, которые вызывают повышение внутрибрюшного давления, да, и действия на вены. То есть на самом деле, как все диеты, полезно при варикозе поменьше соленого, поменьше жареного, побольше овощей и фруктов. Ну и даже наши препараты, вот те, которые венотоники, это же препараты растительного происхождения. То есть это не какой-то сугубо синтезированный препарат. Это вытяжка из растений, флавоноидная фракция, которая помогает укреплять вены. То есть применение, например, тех же препаратов, да, оно тоже очень хорошо сказывается на венозной стенке. Вот, допустим, пациент сделал операцию, удалили вот эти веты страшные с узлами. А что дальше? Болезнь ушла или нужна какая-то профилактика, чтобы болезнь не вернулась? Ну, смотрите, если кто-нибудь когда-нибудь говорит пациенту о том, что я вылечил вам варикоз, это абсолютно неправда. Потому что варикоз это то, что мы уже обсуждали, врожденная наследственная слабость венозной стенки. То есть маму с папой мы вам не поменяем. Но в дальнейшем соблюдение каких-то банальных правил, о которых, как хирург говорит, оно поможет вам сохранить ваши вены в, как любят говорить, врачи в состоянии стойкой ремиссии. То есть применение тех же вот венотонизирующих препаратов курсами, которые укрепляют венозную стенку и профилактируют ношение компрессионного трикотажа на нагрузке, на длительном, вот те статику, которые мы хотим убрать. Долго сидеть, долго стоять, далеко куда-то ехать, лететь в самолете. То есть длительные поездки, перелеты в самолете совершать в компрессионном трикотаже. Занятие спортом, тоже как мы обсуждали, но спортом правильным, да, тоже плавание, бассейн, те же пешие длительные прогулки, да, или катание на велосипеде. Ну и регулярное посещение доктора, то есть хотя бы, даже если мы с пациентом прошли все этапы лечения, пациент все равно у меня появляется раз в год на контроль, мы наблюдаем, смотрим, решаем, надо ли что-то немножко подправить, что-то немножко переключиться в какое-то другое русло приема препаратов или ношение компрессионного трикотажа, да, где-то сделать склеротерапию или даже больше для эстетики процедуру КЛАКС, чтобы в дальнейшем уменьшить все варианты развития варикозной болезни. Ольга Владимировна, спасибо вам за интересную информацию. На здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!